МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время говорить» – ежедневный информационно-аналитический проект телекомпании «Город». Наши авторы расскажут о сегодняшних наиболее заметных рязанских событиях и тенденциях их развития. Как всегда, в программе «Факты от корреспондентов» и «Комментарии экспертов». Главное на сегодня. Холода, холода, как-то вдруг наступили. Синоптики предупреждают, в ближайшие дни вряд ли заметно потеплеет. Родная кровь. Рязанские исследователи работают по делу о конфликте родных сестер, который закончился убийством. Последнее в январе сегодня прошло заседание Рязанской городской думы. А теперь обо всем подробнее. Сегодня ранним утром синоптики Подмосковья зафиксировали полюс холода в минус 34 градуса. Столичные метеорологи, которые ведут статучет температур, сообщили, рекордных холодов пока нет. Морозные достижения наивысшего, ну или, если хотите, наинизшего порядка, было в 1956 году. Тогда термометры показали об эту пору минус 35,7. В Рязани, как и везде, холода внесли свои коррективы в жизнь горожан. Так, обитатели московского округа в телефонных звонках в редакцию выказали обеспокоенность тем, что строительство спорткомплекса в Канищеве приостановлено. Сегодня мы выяснили, что строительство не остановлено, а только лишь приостановлено. Все из-за тех же холодов. Да и впрямь. Попробуйте побыть на верхотуре в такой, по-народному говоря, колотун. Так что будет спорткомплекс в Канищеве на интернациональной, никуда не денется. Кстати, в упомянутом уже 1956 году рекордные холода были и в Рязани. Сегодняшние морозы готовы поспорить за чемпионство. Этим утром в Рязанской области местами было минус 32, завтра грядет где-то 30, потеплеет только с началом февраля. Но не сильно, не сильно. Сегодня в Рязани прошло заседание городского парламента. Репортаж Глеба Галушкина из Гордумы продолжает наш эфир. На первом заседании Рязанской городской думы в новом году перед депутатами выступил исполняющий обязанности начальника городской полиции Виталий Андреев. В своем почти часовом докладе он подробно описал положение дел с преступностью в областном центре. Виталий Андреев отметил, что в целом положение стабильное. Депутаты спросили начальника, как складывается ситуация с незаконной продажей нелегального алкоголя. Работа участковыми у нас также еженедельно осуществляется по данным квартирам, где осуществляется, и составляется административный протокол, рассматривающий правовой суд. Как мы уже говорили, размер штрафов небольшой. В основном в районе 3 тысяч рублей. А документирование данного вида правом решения представляет определенную сложность, учитывая, что реализация осуществляется в жилье. На каждой факте необходимо судейское постановление. Для борьбы с уличной преступностью депутаты посоветовали оборудовать как можно больше электронных систем связи гражданин полиции. На что Виталий Андреев ответил, что в этом вопросе необходимо решить вопрос с финансированием. Далее уже он сам попросил парламентариев подумать и над программой установки систем уличного видеонаблюдения. После полицейского отчета депутаты приступили к обсуждению вопросов повестки дня. Один из наиболее значимых это ограничение роста заработной платы директоров, школ и детсадов. Не секрет, что сейчас в образовательных учреждениях сложилась ненормальная ситуация, при которой руководители учреждений получают заработную плату в разы выше, чем простые преподаватели. Отныне ситуация изменится, по крайней мере должна. Также сейчас ведется активная работа по формированию общественных советов при городской думе. Вопрос принципиальный, для нас очень важный, потому что население постоянно взаимодействует с депутатским корпусом. Иногда проблема не видится на уровне одного округа, но есть системные вопросы, которые, скажем так, будут нам очень полезны в принятии решений. Также Андрей Кашаев сообщил, что сейчас активно ведется работа по формированию общественной палаты при Рязанской городской думе. Сегодня в Следственном управлении Следственного комитета России по нашему региону прошло заседание коллегии по итогам года. А итоги таковы, что прошедший 13-й с точки зрения количества зарегистрированных преступлений оказался годом не очень-то и счастливым. Зафиксированных рост на 1,5% о других тенденциях в материале Оксаны Тебенихиной. Судя по отчету руководства Следственного комитета, в последние годы количество зарегистрированных преступлений сокращается. Но ушедший год слегка подпортил статистику следователям. Тем не менее, тяжких преступлений действительно становится меньше. Как и прежде, с высокой эффективностью осуществляется работа по противодействию коррупции. Успешно расследуем дела о налоговых преступлениях, а также тяжких и особо тяжких преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них. В прошлом году в производстве следственных органов управления находилось 1137 уголовных дел, что более чем на 20% больше соответствующего показателя за налогичный период прошлого года. Окончено расследование с направлением прокурором в суд 590 дел. Год назад их было 476. А вот раскрываемость преступлений выросла. Связано это с тем, что, во-первых, налаживается взаимодействие между структурами, в частности с прокуратурой, а во-вторых, в руках следователей теперь находится новое оборудование и необходимые для работы реагенты. Присутствовавший на встречу губернатор Олег Ковалев также отметил улучшение качества работы Следственного комитета и, само собой, пожелал сотрудникам управлению удачи в их профессиональной деятельности. Также на заседании коллегии регионального следственного управления были озвучены наиболее актуальные на сегодняшний день проблемы. В первую очередь это коррупционные проявления, количество которых, кстати, выросло. Но то, что работа Следственного комитета совершенствуется и с каждым годом сотрудники все чаще добиваются положительных результатов, остается фактом. Итак, вчера полицейское начальство Рязани отчитывалось по итогам за год в областной думе. Сегодня в городской прошла коллегия в следственном управлении. Но, несмотря на правоохранительную активность, наш народ порой вытворит такое, что остолбенеешь. Особенно удаются людям криминальные чудеса, как говорится на почве пьянства и алкоголизма. Причем отличается в этой связи не только сильный пол. Рязанские следователи сейчас занимаются делом об убийстве, фигурируют в нем две сестры. Сегодня Олесе Харлиной удалось узнать подробности семейной трагедии. «Снова курю одна» – с этой фразы обвиняемая начинает описание большинства моментов того рокового вечера. Судя по окуркам, ситуация в семье действительно была нервная, хотя на первый взгляд и не скажешь, что еще молодая, довольно ухоженная женщина могла схватить увесистый нож и всадить его в родную сестру. У меня вообще вот что-то вот как-то, я курила в туалете. Я сидела, она просто залетела, она мне с просна гидала. Я вообще не поняла, зачем это что. Сюда отврела. Вчера в день не чувствовала, с ней боли. Вот, давай, собирай вещи, в общем. То есть сестра, которая ныне является подозреваемой, обвиняемой и находится в СИЗО, кстати, избрана на мероприятие в виде заключения под стражу, она завидовала, так скажем, сестре, постоянно высказывая то, что вот тебе так повезло, у тебя такой муж, вы живете в таком хорошем доме, а у меня муж умер. То есть это погибшую, скажем так, заставляло ревновать своему супругу. Погибшая приехала в Рязанскую область из Татарстана несколько лет назад. Жила в доме вместе с мужем и десятилетним сыном. В ноябре прошлого года они приютили младшую сестру. В день трагедии все были дома. По словам следователей, муж успокаивал ребенка и не успел вовремя подбежать к сестрам, чтобы выхватить злополучный нож. Прямо она мне к ногтям. У вас вторая рука была свободная? Вторая? Да. Я сейчас не помню. Вы сейчас нож переворачивали двумя руками, макет. Ну, один, а вот я одна. Я вот как-то вот переномила, помню, вот так вот. Я даже не видела, куда я. Сегодня в нашей программе экспресс-интервью на близкую всем нам, в том числе и географические, тему. Ситуация в Украине. Что там? Правительственный переворот? Полная и окончательная демократия со всеми вытекающими из нее последствиями? Или вовсе бунт бессмысленный и беспощадный? С этим вопросом мы обратились к нашему эксперту, политологу Юрию Мастяеву. Так, Юрий, ну вот с точки зрения политолога, наверное, да, хочется услышать ваше мнение о том, что сейчас происходит на Украине, потому что ситуация там накаляется с каждым днем. В принципе, это уже даже напоминает приближение государственного переворота или там гражданской войны, не дай бог. Ну, однозначно оценить ситуацию, конечно, невозможно, так в двух словах, но в целом можно сказать так, что есть несколько сценариев развития событий, в том числе и тот, о котором вы говорите, перерастание, свержение существующей власти, приход к власти оппозиции, ну, который может быть выражен в том, что, например, либо официально Янукович назначает новые президентские выборы где-нибудь раньше срока или добровольно уходит, ну, добровольно, опять же, под давлением Майдана. Ну, могут быть и другие варианты. На мой взгляд, пока еще вот ситуация находится где-то в состоянии, когда она может перерасти как гражданскую войну окончательно, так и решиться компромиссом. В этом оппозиция идет так, она выдвигает требования, потом в ходе переговоров на эти требования не смягчает, а наоборот только начинает ужесточать. В результате потом она выходит и заявляет, что правительство не пошло на требования оппозиции, причем изначально даже об этих требованиях особо ничего не говорилось. Это, на мой взгляд, показывает того, что оппозиция не хочет компромисс. Ну, и потом второй момент, который тоже так надо отметить, двойственная роль вот этих лидеров оппозиции. Потому что очень часто звучат такие комментарии, что они как бы утратили власть над толпой, если толпа сейчас действует по своим собственным законам, и такое действительно бывает. Те же самые радикалы, в том числе и вот эта вот, например, правая сторона, так называемая, которая там сейчас сомкнулась с партией свободы, они открыто заявили в одном из интервью, что да, они считают своим лидером Кличко, готовы за ним идти и там подобное. То есть он как бы от них отрешается, они ее приглашают. Я думаю, что без ее согласия или какого-то там, ну, скажем так, по крайней мере, немого согласия они бы на это не пошли. Поэтому вопрос возникает, насколько вот эта действительно толпа действует сама по себе и насколько она действительно управляется. По вашему мнению, при столкновении сторон не докатится ли ударная волна и до нас? Ну, в какой-то степени, конечно, докатится, потому что Украина – это наш ближайший сосед. Опять же, с Украиной у нас общие исторические, культурные, религиозные и там подобные связи. Отсюда мы видим сейчас, что действительно Украина в какой-то степени, она, ну, разломана на две части. Это вот западная, в которой уже во многом прошло свержение вот этой законной власти, там Львов и другие города, где по-хорошему восставшие уже захватили практически власть в свои руки. И мы видим восточную часть, которая ближе к нам, которая, в общем-то, поддерживает партию регионов и которую как раз поддерживает Янукович и так далее. Естественно, падение Януковича – это будет удар по нашим связям. Неизвестно, как мы будем налаживать связи с новым руководством. В сегодняшней программе репортаж из Рязанского детского сада номер 154. Здесь успешно работает целый театр, в котором служат в Мельпомене маленькие актеры. Спектакли детсадовцев неизменно собирают полные отшлаги, а малышня серьезно и вдумчиво работает над ролями. Здесь уж никакой самый строгий Станиславский не скажет «не верю». Не верите? Смотрите материал Натальи Новиковой. Театр, как известно, начинается с вешалки. Артисты этого театра до вешалок даже не достают. Всем им нет и семи лет. Под уже более 15 лет в детском саду номер 154 существует театр «Сказка». Вообще здесь дети раскрепощаются. Это самый короткий путь раскрепощения. Они выходят первый раз на сцену. Мы видим, какие они артистичные. Выявляем, здесь таланты бывают. Красивые костюмы, самые настоящие декорации – место, где царит сказочная волшебная атмосфера. Сами дети с удовольствием постигают театральное искусство, хотя, кто такой Станиславский, пока не знают. Как тебя зовут? Алиса. Нравится тебе в театре? Да, очень. А кем в спектакле будешь? Королевой. Давно в театре занимаетесь? Ну да. Ну да. А кем хотите стать? Я художником. А я брикмахером. А костюм кого на тебя? Ворона. В театре нравится? А кто такой дядя Станиславский, знаешь? Как известно, один в поле не воин, а увлеченных людей много. Музыкальный руководитель, воспитатели, логопеды и даже преподаватель физкультуры все принимают участие в создании волшебства. Конечно же, в такой садик детишки ходят с удовольствием, становятся более общительными, открытыми и коммуникабельными. А разнообразные афиши спектаклей не только расширяют кругозор и развивают память, но и заставляют гореть глаза. Ну и возвращаясь к парламентской теме дня, заседанию Рязанской городской думы, сразу после нашей программы в эфир выйдет специальный проект подробностей, гость студии, глава муниципалитета, председатель гордумы Андрей Кашаев. Ну а на сегодня программа «Время говорить» подошла к концу. Увидимся завтра в ее аналитической версии. Хорошего всем вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин